Снова здравствуйте. Видимо, открываю я новую часть на моем канале. То есть, делаю это своими руками или как-то иначе это назвать. Ну, пока не придумал. Ну, не важно. Значит, человек-сосед, у него правая рука, перфоратор, левый молоток. Вот он периодически сейчас постукивает. И, надеюсь, он не будет вам сильно мешать на заднем плане. Ну, хотя, может, даже попробую к видео добавить какую-нибудь музыку, чтобы было веселее. Значит, что мы будем делать в этом видео? В этом видео мы будем менять защитную пленку, которая поцарапалась. Вот просто вот в хлам ребенок ее поцарапал. Плюс, видите, осталась задняя часть нашего планшета. Вот мы ее будем пытаться заменить. А заменить мы ее будем пытаться на стекло. Я никогда не клеил стекла. То есть, я их вообще отрицаю, что ли. Как правильно сказать? Я их не противник, короче, этих стекол. Но здесь вот появилась надобность. Значит, как помните, да, стекло я это в одном из обзоров открывал. Стекло у нас универсальное. То есть, у него нет никаких вырезов. Оно полностью закроет как камеру, так и все датчики, которые здесь могут быть. Ну, мне ни камеры, ни эти датчики не нужны. Они мне не интересны. Поэтому я могу себе это позволить. Так, ну, насколько понимаю, да, вот эта наклейка у нас является лицевой частью. То есть, мы ее должны будем наклеить вот таким вот образом. Для начала нам надо удалить старую пленочку. Делается это без проблем. Пленочка удалена. Значит, смотрите, у нас здесь есть две салфетки. Влажная и сухая. Ну, давайте начнем с влажной. Влажной салфеточкой мы сейчас все это дело... О, сосед правой рукой, в которой перфоратор решил поработать. Кстати, в одном из обзоров я заказывал спиртовые салфетки. Да, примерно такие вот спиртовые салфетки я заказывал. Если вы часто это делаете, ну, там, не знаю, магазин у вас там свой или еще что-то, наверное, будет проще сразу 100 влажных салфеточек заказать и ими пользоваться. Давайте возьмем сухую салфеточку. И сухой салфеточкой пройдемся. Всякие следы, там, прочие вот какие-то вот мелочи, по идее, должны сниматься ей. Давайте попробуем, как у нас это получится. То есть, вот всякие пылиночки какие-то, да, там, возможно, есть, которые будут мешаться качественной установке. снимаются именно вот такой вот штукой. Вот такая легенькая наклеечка. Что мы попробуем сделать? Мы берем, в моем случае, обыкновенный скотч. И приклеим его к тыльной стороне планшета. Для чего это будет нужно, вы сейчас чуть попозже увидите. Так, для чего нам это было нужно? Это нам было нужно для того, чтобы поставить стекло. Прямо вот ровненько-ровненько, как оно должно стоять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так что мы сделали мы сейчас прикрепили скотч а для чего мы это сделали для того чтобы туда сюда подымать и он подымался одинаково но подымать немножко неудобно ребят делайте по нашим скам используйте изоленту значит что у нас есть у нас есть стекло которое приклеено снизу к планшету и здесь мы имеем вот такие вот лямочки неправильно их называть лямочками но ушки как тут их назвать то есть мы подымаем кладем подымаем кладем она кладется ровно так как оно было выставлено перед тем как я все это дело приклеил значит что мы сейчас делаем мы его открываем снимаем с него пленку защитную еще раз берем нашу наклеечку проходимся по каким-либо пылиночкам которые вы здесь видите это очень важный момент потому что одна маленькая пылиночка может а делать больших бед видите как красиво выгоняется воздух из-под нее осталось вот вот таких места поэтому давайте выгнать вуаля шинки вроде как все у нас получилось вот мне немножко не нравится вот здесь по моему какая-то пылиночка попалась или кто-то в этом духе давайте посмотрим что будет когда мы снимем наш скотч уже абсолютно здесь ненужный что мы имеем достаточно хорошо наклеено стекло значит такой способ подходит точно так же и для телефонов на самое важное это приклеить стекло таким образом чтобы ушками она попадала ровно туда и насколько я понял нельзя его полностью класть потому что когда вы полностью кладете воздух начинает разбегаться разбегаться день посередине образуется пузырек поэтому оптимально чтобы стекло легло таким образом чтобы с одной стороны в противоположную все это дело шло тогда у вас получится идеально наклеенное стекло вы сможете красиво им пользоваться за 7 я думаю видео закончено в этой части моего канала я буду выкладывать видео наподобие вот этого на который будет рассказывать как лайфхаки не знаю как это назвать это много разных разнообразных слов в любом случае да если понравилось помогло поставьте лайк поделитесь этим видео в соц сетях ну и подписывайтесь на канал до скорых встреч всем всего